Вот такая тема, как психологические защиты. Вся сложность в духовном и в личностном развитии состоит в том, что когда мы сталкиваемся с какой-то сложностью, с каким-то страхом, у нас возникает защита. То есть мы не хотим туда. Почему? Почему у нас есть психологические защиты? Потому что самый сильный инстинкт у нас какой? Набро-инстинкт. Самосохранение. Самосохранение. Это инстинкт номер один. Поэтому мы рефлекторно автоматически всегда защищаемся. Потому что страх, если нам отражает что-то, мы должны защититься. Но это делает только спящий человек. Человек, который начинает развиваться, он готов терпеть неудобства. Но вот, допустим, эту же практику делать. Это же надо утром и вечером не поделять время. Это же неудобно. Сидеть, может быть, тоже неудобно. И вот какие-то вещи, как бы мы чем отличаемся от животных? Тем, что животные, они вот именно функционируют как бы на болевой стимул, они защищаются всегда. Да. А вот человек, который начал развиваться, он может проходить через болевой порог и некоторые вещи переносить. Кто лечится в голодании? Представляете, они есть. А потому же и не хочется. Да. А потому же и не хочется. Или, к примеру, что еще? Обливаться холодной водой. Жаркой. Да. Но изначально человек должен преодолеть некое что-то. И вот давайте сейчас в общем сначала поговорим, какие защиты бывают. Какие вам защиты известны? И какая причина стоит за этой защитой? Да? А причиной всегда является страх. Да? Ну, давайте вот перечислять. Давайте размышлять. Кривляться. А наружинки все. Угу. Кривляние. Это защита от оценки. От оценки. То есть это защита от чувства униженности. Чувства униженности. Ага. А униженность, вот смотрите, я сразу на практике хочу вам показывать, что есть социальный страх – это униженность. А экзистенциальный страх – у нас четыре экзистенциальных страха. Это страх смерти, страх свободы, страх одиночества и страх бессмысленности. Бессмысленность. 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 Потому что в существовании нет смысла вообще-то. как вот дерево растет, какой смысл? Просто есть бытие, да? Но социальный человек, человек, который отождественен с персоной, и он думает, что он вот только вот это, и нет дальше никакого продолжения, а впереди только смерть, ему обязательно нужно иметь смысл. Завести ребенка, дело какое-то, или смысл куда еще убегают люди, смысл. Ну, приносить какую-то пользу, в общем-то, да? Да. И вот всегда, смотрите, еще какой момент. Вот в этой практике мы всегда должны понимать правила приоритета. То есть, есть всегда приоритетное, и есть причина, и есть следствие. Вот эти два правила. Правила приоритетное и неприоритетное. Допустим, в машине поломан двигатель, а вы красите ее. Ну, вы отдаете большие деньги за то, чтобы ее, значит, отшлировали и покрасили. Говоришь, ну как? Я там 500 долларов отдал за это, а она все не работает. И уже все, она выглядит как новенькая. Не там. Это неприоритетное. И... А приоритетным надо мотор чем-нибудь с чем, да? И вот точно так же у нас, у нас полно всяких проблем. Может быть, даже и паразиты есть какие-то. Но они могут быть неприоритетными. Нечего их там... Может быть, есть... И всегда у нас есть что-то приоритетное, с чем нужно работать. Это причем каждый день. Это не так, что раз в месяц вы обнаружили приоритет. Это нужно все время вы... направлять, выслеживать, что приоритетное на сегодняшний момент, да? И есть причина и следствие. То есть, вот допустим, что обида, это не причина. Это следствие. А... И вот даже в какой-то притче там молодой монах спрашивает, расскажи, как не обижаться. А он говорит, нужно работать с причиной, а не со следствием. Нужно перестать обижаться. А, как прощать? Ну, там язык, да? Он говорит, нужно не обижаться, да? То есть... А... Ну, как не обижаться? А вот обида, это не... Это не причина. А вот причиной является... Вот смотрите, я сейчас буду внутренне. А причиной является все-таки... Страх. Страх. Потому что тоже мы вот пытаемся контролировать окружающий мир, потому что мы все-таки защищаемся от одиночества. Ну, и в этом одиночестве можно сдохнуть. Ну, это же вот мы, опять же, раньше, да? Что люди отвергали, их куда-то выселяли. Может быть, и они там, может быть, умирали. И с голоду, и так далее. Потому что коллективный способ жизни, он что обеспечивает? Большую выживаемость. Да? Это самосохранение, опять же, да? Это у нас очень глубоко все вбито. Карл Юнг вообще говорил, что это все коллективное и бессознательное. Это даже не личная история никакая. Это характерно для всех людей. Для всех. Я совершенно подтверждаю, потому что я и с неграми, и с индусами, и с индейцами. Всех видел. Все люди, в принципе, одинаковые. боятся этих четырех страхов. Вот. И причиной это является страх. Страх. И вот если я обижаюсь, то сначала у меня есть социальный страх. Их пять социальных страхов. Какие пять социальных страхов? Это вот в социуме, если вы социально зависимы, то вы от каких страхов? Вот. Несправедливость. Люди, живущие в социуме, они… Несправедливость – это вот нужно, чтобы справедливость восторжествовала. Но он тоже иллюзорный страх. Что такое справедливость? Справедливости нету. Это закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Да? Страх несправедливости. То есть это несправедливо и обида. Да? Да. Это несправедливо, как они так могли, да? Смотрите, потом страх предательства. Но они часто перекликаются, потому что предательство – это тоже несправедливо, но это немножко другое предательство. Это некое ожидание какой-то верности, вот какой он должен, как он должен поступить. И… А что такое? Сразу обида. Обида. И с ней вообще никто разговаривать уже никогда. Да? Предательница. Да? А как? Лучшая подружка – это же всегда кто? Это потенциальная предательница, которая уведет из вопроса. Да? Как это обычно бывает. Потом, что у нас еще есть? Страх отвергнутости. Вот мы боимся… Не все, конечно, не все. А у некоторых это, ну, как эпатаж, вот, а они наоборот не боятся. Ну, как это вот, надменность, вот возникают такие качества, пофигизм. Офигизм. Да, они, как бы… Все равно это тоже другая форма защиты. Другая форма защиты. Но, вот, отвергнутость, мы тоже обижаемся, когда нам отказали в чем-то, когда нас не поняли, когда нас проигнорировали. Вот, помните, да? Игнор. 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 Ну, а даже в сетях вы пишете что-то, а в ответ тишина… Ну, именно игнор такой, как бы, да? И как-то, знаете, вот, если есть эта зависимость такая, отвергнутость, но это… И, может быть, легкая обида такая-то, которую мы, ну, через некоторое время забудем. Но, в принципе, а причина остается прежняя, и эта обида будет каждый раз все равно появляться, если у вас есть именно… А отвергнутость – это, конечно, следствие тоже одиночества, страх одиночества. Одиночество – это инсистенциальный страх, он будет сопровождать, если вы отождественны с телом из персоны всю жизнь. И, в принципе, получается, что люди, которые не развиваются в старости, они всегда к чему приходят? К одиночеству. Потому что, ну, действительно, со старым человеком мало, кто хочет общаться, в принципе, да? И если человек, опять же, вот смотрите, не успел найти себя, то старость – это не радость. Потому что старость – это одиночество, это отсутствие вообще каких-либо приятных ощущений, потому что, в основном, все болит в старости. И, знаете, вот я даже, когда путешествовал, вот немцы в Германии, да, они же после шестидесяти, ну, поскольку они на пенсию ходят, они путешествуют. И, знаете, так интересно, вот они, смотрите, на костылях, в колясках, как угодно, но они путешествуют и с горстями таблеток. Потому что все болит, голова болит, а если же, это же большие нагрузки. И, ну, вот я на их примере решил для себя, что я лучше буду путешествовать, пока я молод. А в старости, может быть, я буду сидеть где-нибудь в огороде и копать там, и так далее. И, действительно, я пропутешествовал, ну, в возрасте вот до сорока пяти лет. Собственно говоря, у меня сейчас нет такого импульса к путешествию, ну, то есть я это познал уже. И я путешествовал, когда у меня не болела ни голова, ни суставы, я не пил ни таблетки, и у меня организм был готовый к климатизации легко, да. Вот, но старость, старость впереди, если вы не нашли вот этот источник собственной энергии, откуда вы получаете удовольствие? В старости мы удовольствие постепенно, постепенно, практически ни от чего получать не можем. Глаза хуже видят, уши хуже слышат, слезистые все высыхают, суставы дегенеративно-дистрофические расстройства. Глаза старческая дальнозоркость, потому что все постепенно это дело должно... Ну, что-то такие красивые... Нет, ну это же... А как вот? Сейчас же осень наступилась, это же старость. Красота. Да, красота, но листочек-то постепенно он... и он отрывается, и все, да. И мы вот эту всю красоту должны выдать, пережить, но это же не мы, это тело не мы. И вот к концу, когда он будет отрываться, нам главное не оторваться вместе с этим листочком, а оставить вот это самоосознание и остаться незатронутыми этим умершим телом, да. И вот почему еще, но это учителя медитации объясняют, почему можно научиться медитации до старости. А к старости люди медитирующие, они начинают излучать другую красоту, другую энергетику, потому что они живут не на энергии тела, не на удовольствии, они живут уже на какой-то другой энергии. И... Так улететь нельзя, если ты постоянно будешь, ну, в старости, это, наверное, там... В эйфории постоянно он в себя ушел, и все. А... это не эйфория? Нет, ну, в смысле, во внутреннем в себе, получается, некоторые люди просто уходят. Ну, на своей работе я знаю, что... Вышел в медитацию и не вернулся. Ну, вы знаете... У вас оживили, я тоже не слышал, куда возвращался. Это уже, знаете, это вот... Нет, есть такие просвещенные были случаи. Лена, а вы работаете в психиатричестве где-то? Нет, я в Морге работаю. В Морге работаю. Да. А, здесь вы уже пост истории читаете, да? В смысле, но я их вскрываю. А вы врач патологонатов? Ну, да. Интересная очень такая... Я просто сколько практиками тоже занималась у нас. Вот многие люди такие были, как Сергей, которые сидели и постоянно умервали. Ну, в себе. И постоянно они их все уносило. То есть надо заземляться, надо... Да, ну, вы знаете, здесь вот чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, никем нельзя, невозможно как бы насильно учить, да? Все находят по степени своей разумности в занятии. Все по степени разумности. Вот я, допустим, я никогда не занимался чем-то самостоятельно. Вот не знаю откуда, ну, это может быть с прошлых жизней, но у меня всегда был учитель. Причем я искал учителя. Вот в психотерапии, в иглотерапии. И потом, когда в духовности, я сам никуда не шел. А звоночек не в ту сторону, а сам. Да, потому что... Но у меня уже эта мудрость была какая-то, потому что я понимал, зачем я буду сам открывать Америку и изобретать велосипед, если есть человек-учитель. И он самым кратчайшим путем, плюс он еще мастер, да? Он передаст самое лучшее. Но другое дело, как попасть к мастеру. Потому что, вы знаете, когда я обращался иммунальной терапией, это вот чтобы перенять все навыки, он же должен быть расположен к тебе, как-то вот чтобы... как он будет, почему он должен тебя обучать, да? Да, люди чем только не занимаются вообще-то. И никто им это не может запретить. Когда начинаешь рассказывать, как нужно работать, что это непросто, что это сложно, ну вот почему-то человек все-таки хочет самообманываться, искать легких путей. Почему-то вот жалко денег обязательно всегда на эти дела. Ну бывает вот очень часто. Что все-таки лучше, ну тем более сейчас большие возможности, бесплатно все это, ну как бы вот из интернета где-то или что-то, да? Очень разные причины почему. Но действительно люди могут очень сильно запутываться. причем я неоднократно видел и вот в Индии, когда я был, когда люди запутываются до психических заболеваний. Но я считаю, что они изначально, у них уже психика слабая, то есть у них все-таки заболевание возникает первично, и оно именно ведет их по ложному пути, заполевание. Вот. Но что я хотел сказать вам, что мало защиты осознать. И вообще с защитой бесполезно бороться. Вот допустим человек курит, это же тоже защита. Защита, да? И вот здесь правило причины и следствия. Нужно обязательно воздействовать на причину, но оказывается на причину тоже воздействует недостаточно. Нужно воздействовать и на следствие. То есть нужно в действиях как на причину, так и уже на создавшееся следствие. Потому что оказывается следствие вот эта защита, которая есть, она усиливает причину. Ну потому что само поведение уже сформировавшееся, оно усиливает вот этот мотив, который заставляет страх. И поэтому мы должны, причину мы как можем, вот этот глубинный страх, мы можем его через анализ и через вот такую работу, выслеживание, мы можем его найти внутри, через тело, через вот то, что мы делали, и трансформировать. Есть различные способы трансформации, и в том числе и рейки туда подходят. А вот следствие, это техника неделания, помните, мы про нее уже говорили, техника неделания, то есть изменять свое поведение, изменять свое поведение, перестать делать так, как вы делали раньше, допустим, злитесь и так далее. А вот, ну, с утра, вот какие-то мысли такие, да, а если утро начинает с благодарности, вот за то, что у вас есть, вот просто, ну, это же много времени не занимает, но очень сложно доставить себя это делать, благодарить за то, что у вас есть. Вот прямо с утра, минуту даже это не занимает, просто сказать, так, у меня же руки-ноги целы, я же вижу все, да, у меня есть дом, где я живу, я же видел это в Индии, и они в картонных коробках живут на улице, я еще помню Ютуб такой, почти как Сергей, ну, только без бороды, ну, тоже вот, и представляю, как будто бы у меня тоже ничего нету, и я вот живу в этой коробке. Ну, интересно, как мне было путешествовать. Вот, и получается, что, смотрите, тактика такая, что мы с помощью выслеживания сначала мы всегда обнаруживаем защиту, то есть редко мы сразу видим, знаете, там, глупый страх какой-то. Мы видим обиду, но обида это не причина, причина является, и причем обида это еще не, обычно мы видим не обиду, а мы видим гнев, это защита, чтобы не чувствовать обиду, гнев. А еще мы видим, ну, как бы вот, защитное поведение, это что мы когда обижаемся, мы что делаем, мы замыкаемся, обязательно не разговаривать с этим, да, что еще, ну, злиться. Ну, и вот, удобно, случай можно повысить. Месть, месть, да, какая-нибудь месть. Месть, да. А я, говорит, я не слопавитная, а там еще два года, да. Да, там еще два года. Вот, и вот эти вещи мы обычно можем увидеть, и, как правило, спящий человек, он даже, вот я когда спал, я даже не подозревал, что там есть обида, но месть, и все, и дальше, и рассчитались, и все, освободились друг от друга, да. А вот обида, но обиду это нужно тоже научиться принимать этот уровень, пропускать, и дальше идти в страхи, социальный страх, несправедливость, отвергнутость, покинутость, предательство, и еще есть униженность. А дальше, еще глубже, это вот эти экстенциальные страхи, одиночество, бессмысленность, страх смерти и страх свободы. Мы вот вроде все хотим свободы, но из-за того, что мы ориентированы на внешний источник любви, мы сами любим этот поводок, зависеть, принадлежать кому-то, ну и так далее, да, хотя, в принципе, хотим свободы. А когда мы находимся на свободе, мы испытываем ужас хронический, потому что на этой свободе может случиться смерть и одиночество, и бессмысленность. А не на свободе, там все понятно, там хоть и, но там не бессмысленно, там есть какие-то задачи, цели, все расписано, все объяснено, как жить, да. Что можно, что нельзя. Вот, поэтому мы как бы сейчас затрагиваем тему завтрашнего дня, что мы через практику будем с вами смотреть. Вот мы будем видеть, значит, самую, ну как вот, капусту, самый внешний лист, это месть, молчание и, да, игнор, ну вот, защита. То, что все равно обидно. А жалость, это, допустим, гиперкакая-то активность, ну вот, не просят, а я помогаю, там и так далее, да, и тому подобное. Есть страх, а есть защита, это оттягивание. Ну вот, когда вы чего-то не хотите или боитесь, вы это дело оттягиваете, там уже вот. И потом, когда уже все, уже времени нет, и все, это надо уже в спешке, и так далее, да. Вот. Есть вообще убегание защита. Вот, убежать. Помните, ну, я не знаю, может быть, было в вашей жизни, что видите неприятного человека, ну, как будто бы, да, на другую сторону, как будто бы я его не вижу, чтобы не встречаться, да. То есть, есть такие моменты. И вот мы будем учиться с вами завтра замечать защиту, потом все-таки идти глубже. Потом, ну, не сильно глубоко. Но, по крайней мере, видеть, почему, знаете, почему я вас сразу, чтобы идти глубже, надо уже иметь концентрацию внимания, чтобы это вас не захватило сильно. Это уже, ну, как бы, это уже, значит, надо гнайник раскрывать. Мы все-таки должны быть готовы к этому. Это нужно уже регулярно медитировать, иметь способность регулярно медитировать. Но мы, по крайней мере, проспектом сейчас увидим, вообще, как это работает, как идет освобождение. И сначала нужно научиться работать на эмоциональном и телесном уровне. То есть, уметь трансформировать вот эти неприятные телесные ощущения и эмоции. И работать с менталом. Ну, вот конфронтировать. Типа, люди не должны тогда. Почему не должны? Могут? Смогут. И тогда вы спускаете вот этот уровень. Все, что ниже ментала. Но пока вы не трогаете причину. Вот эти социальные и экзистенциальные страхи. Поэтому это с вами будет снова и снова повторяться. Но при этом вы будете также работать еще со средствием техника неделания. То есть, вы будете менять свое поведение. Допустим, если вам хочется замолчать и... Первое, я никогда не заговорю. К примеру. То все-таки сделать первый шаг. Улыбнулся. Ну, или какой-то позитивный. Ну, это можно по-разному делать. Но вот именно преодолевать эти штампы. Да? И менять свое поведение. Вот. И она говорит. Ну, можно я уже на этот час буду сидеть? Ну, а я ей пишу, что лучше все-таки по 20 минут, пока вы обучаетесь. Потому что здесь сейчас важно не количество времени, а качество. Чтобы и регулярность. Регулярность. Поначалу, неважно, ну, 20 минут это минимум. Потому что меньше 20, это, ну, как бы... А вот... И вот эти 20 минут очень важно качественно делать правильно практику. И вот у нас сейчас буквально несколько минут. Ну, давайте мы очень безупречно. Вот прямо как надо. Потому что если вы попадаете в мысли, вы возвращаетесь на наблюдение за дыханием. А это наблюдение дыхания приносит вас само по себе в настоящий момент. Без ваших усилий. То есть ваша задача просто направлять свое внимание на момент дыхания. Дыхание происходит только здесь, в моменте сейчас. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok